Добрый день, участники вебинара. Меня зовут Пеленков Антон. Сегодня мы открываем цикл вебинаров по работе со смартфонами от компании Samsung с помощью приложения Voice Assistant. Сначала я расскажу о том, как будут проходить наши вебинары. Принимать участие в вебинаре мы приглашаем всех, кому он будет интересен, но в первую очередь вебинар, весь этот цикл будет интересен тем, кто пользуется смартфонами от компании Samsung с установленным приложением Voice Assistant или для тех, кто интересуется и хочет купить в ближайшем обозримом будущем такой смартфон. У нас вебинар будет не совсем обычный. Почему? Потому что к каждому вебинару мы подготовили практические задания домашние. То есть все желающие, кто захочет, может получить эти практические задания к себе на электронную почту. Здесь на файлообменнике лежит документ, где записан адрес электронной почты. Информация, которую надо будет направить на этот адрес электронной почты, чтобы получать домашние задания. Мы соберем всех желающих в соответствующий документ все адреса электронной почты и будем после каждого вебинара отправлять такие задания на почту. Поскольку сегодня первое занятие, то первые домашние задания мы отправим завтра-послезавтра, в зависимости от того, как вы пришлете свои заявки. В рамках данного вебинара мы не будем обсуждать вопросы по работе с смартфонами с помощью приложения TalkBack. Если у кого-то будут такие вопросы возникать, пожалуйста, приходите к нам на консультации. Каждый четверг с 11 до часу дня мы проводим такие консультации. То есть с другими вопросами, пожалуйста, туда. После вебинара вы сможете задать вопросы по ведущему. Вести эти вебинары мы будем с Александром Сергеевичем. Какие-то темы я буду проводить, какие-то темы он будет проводить. Ну а на вопросы будем отвечать все вместе. Может быть, можете поделиться своими впечатлениями, если у кого-то есть опыт работы с Samsung. Первый вопрос, который может возникнуть, почему именно Samsung, а не какой-то другой аппарат. Дело в том, что компания Samsung очень большое значение. Очень много времени уделяет, скажем так, доступности своих смартфонов для людей с различными нарушениями здоровья. С нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательной системы. И такой тренд, такая тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет. Чего нельзя сказать о других производителях? Смартфонов, планшетах. Это первая причина. Вторая причина, то, что сейчас в приложении TalkBack как-то так складывается ситуация, что там далеко не все в порядке в смысле удобства использования и нормальной работоспособности данного скринридера. Voice Assistant пока на сегодняшний день таких серьезных глобальных проблем не наблюдается. Есть, конечно, свои минусы, но по сравнению с тем, что сейчас творится в TalkBack, там все-таки есть какая-то стабильность. Поговорим давайте вот о чем. На каких смартфонах Samsung уже установлено, ну, есть приложение Voice Assistant. Первое приложение Voice Assistant появилось, наверное, на смартфоне Samsung Galaxy S6, если мне не изменяет память. Дальше потихоньку это приложение стало компанию устанавливать и на смартфоны среднего ценового сегмента, серию A, не только серии S. Я сейчас перечислю те модели, которые, я помню, что там есть Voice Assistant, это модели 2016-2017 года, Samsung Galaxy A5 2016-2017 года, Samsung Galaxy A7 точно есть Voice Assistant. Ну и дальше по нарастающие Samsung Galaxy S7, S8, S9 и S10. Линейка Samsung Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A51, дальше там идет 70, A71. Это линейка прошлого года, 2019-го и, насколько мы можем знать, вот на всей этой линейке Voice Assistant установлен. То есть, если кто-то из вас задумается над тем, над покупкой телефона, в первую очередь сейчас стоит обращать внимание вот на вот эту вот линейку. Серия J. Есть смартфоны серии J, которые уже сняты с производства, но они еще есть, люди им не пользуются. Там нельзя сказать однозначно, что на всех смартфонах нету приложения Voice Assistant. Где-то они встречаются, но редко. Конкретно по каким моделям, на каких моделях, где они установлены, я сказать не могу. Сегодня звонил в компанию Samsung, хотел узнать, может быть у них есть такая информация, на каких моделях установлен Voice Assistant, но у них такой информации тоже не обнаружилось. То есть, здесь надо уже смотреть по факту. Если у вас есть Samsung, то надо смотреть, установлены там Voice Assistant или нет. Покупка смартфона. Если вы задумались над покупкой смартфона и решили его покупать, то мы постараемся сейчас сказать о том, на что следует обратить внимание при выборе смартфона. Первое, мы все-таки советуем покупать смартфоны у официальных представителей компании Samsung, серьезных, таких как официальные магазины Samsung, там Мегафон, Связной, Евросеть, МТС. То есть, такие компании, они не будут заниматься тем, что какой-то левый товар возить, продавать. Им это просто невыгодно. Можно, конечно, приобрести смартфон где-нибудь там на Алиэкспресс, в неизвестном магазине или в метро в переходе или на рынке, но это вы уже будете делать на свой страх и риск. Можно нарваться и на хорошую подделку. Купив такой аппарат, конечно, уже гарантии никто вам не даст на то, что он будет работать так, как надо. Сейчас, если посмотреть на новые модели, то бюджет начинается от 8000, это Samsung Galaxy A10, модель 2019 года. Она стоит где-то порядка 8000 рублей. Ну, а дальше идет по нарастающей. А20, А40, там могут стоить 12-14 тысяч. Ну, особое внимание мы хотели бы обратить на модели А51 и А71. Эти модели вышли в январе этого года и интересны они тем, что там уже установлен на борту Android 10 последней версии. То есть, свежая модель и есть вероятность того, что он еще будет получать обновление операционной системы. Бюджет у А51 начинается где-то от 17 до 22 тысяч. Зависит от того, какой объем памяти будет на смартфоне. 4 гига оперативки и 64 памяти самого телефона. Это самый минимальный набор. И 6 гигов оперативки, 120 гигов памяти телефона. Это максимальный данный модель. У А71 у него побольше диагональ экрана. Ну, и бюджет там уже порядка 30 тысяч рублей. Если вы хотите купить устройство, если бюджет не ограничен и средства позволяют, вы можете купить себе более дорогое устройство. Это смартфоны Samsung серии S. Samsung Galaxy S10, S10e. Там бюджет начинается от 35 тысяч до 50-60 тысяч. А основное, ну, конечно же, отличаются такие смартфоны, в первую очередь, производительностью. Нету вот на серии А водозащиты. На серии S всегда устанавливается водозащита. То есть там на какое-то время, если вы, не дай бог, уроните телефон в ванну, то с ним ничего не случится. На смартфонах серии А такой защиты, как правило, не устанавливается. Выбирать вы можете, так сказать, на свой вкус и цвет по возможностям бюджета. Но если есть возможность, вы, в первую очередь, почитайте информацию, то есть технические характеристики смартфона в интернете. Прежде чем идти в магазин. В интернете очень много информации о данных смартфонах. Можете почитать отзывы пользователей, как обычных, так и отзывы людей на каких-то специализированных форумах. И перед покупкой желательно, чтобы вы телефон подержали в руках. Потому что очень часто возникают ситуации, когда человек не просто по техническим характеристикам заказывает телефон. Он приходит, и оказывается, что телефон просто неудобно держать в руке. Если это девушка с маленькой рукой, а телефон будет с большой диагональю экрана, то это будет очень неудобно, наверное, пользоваться. Но тоже зависит от ситуации. Если у девушки есть остаток зрения, то тут надо смотреть. Поможет он на большом экране. Все-таки лучше, наверное, будет что-то рассмотреть, чем на маленьком экране. Ну вот, купили вы смартфон. Что делать дальше? Здесь начинается самое интересное. Основное достоинство смартфонов Samsung, ну не основное, а скажем так, одно из достоинств, это то, что они доступны из коробки. Вот сколько мы не покупали, не настраивали телефонов, в общем-то они все доступны из коробки. И при первом включении есть возможность включить экранный диктор Voice Assistant. То есть сейчас на смартфонах устанавливается сразу Voice Assistant, токбэка там нету. При нажатии сочетания клавиш вы запускаете вот этот вот Voice Assistant. Перед включением смартфона рекомендуется вставить в него сим-карту. Но если она у вас есть, то желательно ее туда вставить. Смартфон на базе этой сим-карты определяет регион, где он находится, и при включении у вас будет уже выставлен, скорее всего, язык интерфейса устройства, того региона, где вы находитесь. Ну в нашем случае это будет, например, Россия. После включения, значит, сочетание клавиш, с помощью которых можно запустить Voice Assistant. Первый вариант. Это кнопка питания и кнопка громкости вверх. Ну, наверное, в большинстве случаев это сочетание срабатывает. Если данное сочетание не сработало, можно попробовать нажать кнопки громкости, плюс и минус, одновременно и удерживать их в течение 4 секунд. Последний раз я настраивал А51. Там у меня по сочетанию кнопку питания и громкости вверх запустить его не получилось. Там получилось вот именно кнопками громкости. По-разному бывает. Надо пробовать и тот вариант, и первый, и второй вариант. Далее, после того, как вы включили Voice Assistant, у вас загружается само приложение, и включается синтезатор Samsung TTS. И вот после всех этих манипуляций, вы уже можете продолжать работать самостоятельно. Если вдруг не получается запустить Voice Assistant по сочетанию клавиш, горячему сочетанию клавиш, то можете обратиться к кому-то там, или к консультанту в салоне сотовой сети, или просто к зрячему человеку, который вам сможет запустить эти специальные возможности прямо при включении телефона. После загрузки Voice Assistant надо будет пройти мастер первоначальной настройки, который состоит из нескольких экранов. Первый экран – это выбор языка устройства. Если там русский, то там ничего менять не надо. Вы просто находите кнопку «Далее» и активируете ее. Следующий экран, как правило, это подключение телефона к Wi-Fi-сети. Здесь мы сталкиваемся с проблемой. Проблема заключается в том, что синтезатор, который у вас запускается по умолчанию, Samsung TTS, женский синтезатор, он некорректно озвучивает буквы, латинские буквы, и с его помощью практически невозможно не ввести ни логин, ни пароль. То есть подключиться к Wi-Fi-сети будет сложно. Поэтому все этапы мастера начальной настройки я пропускаю. То есть я не подключаю телефон к Wi-Fi-сети, не подключаю его к учетным записям Google и Samsung. Я просто пропускаю все эти этапы. И потом, после того, как уже поставил вменяемый синтезатор, уже делаю остальные настройки. Здесь уже на ваше усмотрение. Можете это делать на этом этапе, можете сделать потом. Мастер первоначальной настройки состоит из нескольких экранов, и на каждом устройстве набор этих экранов может отличаться, как на Samsung, так и на других смартфонах. То есть, что, как правило, там бывает? Значит, выбор языка интерфейса. Второе, это подключение к Wi-Fi-сети. Далее, надо будет принять положение от компании Samsung, о том, что вы соглашаетесь с теми правилами использования технического устройства, которое устанавливает компания Samsung. Там может быть несколько флажков. Есть какие-то флажки обязательные, которые необходимо поставить, а есть флажки, которые можно отмечать, можно не отмечать. Ну, допустим, там, получать уведомление от компании Samsung о новых продуктах. Можете его не отмечать. Везде это по-разному отображается. Далее, как правило, везде есть диалог подключения смартфона к учетной записи Google. Здесь тоже по той же самой причине, из-за проблемы с синтезатором, на этом этапе можно пропустить этот экран. Если у вас кто-то зрячий помогает, то вы можете, конечно, сразу ввести учетную запись Google, если она у вас есть, или создать ее тоже. Но для этого, конечно, надо подключать телефон к интернету. На всех смартфонах Samsung предлагается подключить устройство к учетной записи Samsung. Этот пункт тоже можно пропустить и создать эту учетную запись позднее в разделе настроек операционной системы. И также есть экран, где предлагается включить или отключить некоторые функции. Например, определение местоположения и какие-то другие функции, которые вы можете включать или отключать по своему усмотрению. И вот пройдя все вот эти экраны начальной настройки, вы добираетесь до, собственно говоря, до страницы рабочего стола смартфона. После чего вы уже можете полноценно работать с телефоном. Ну как полноценно? Для начала надо будет поставить тот синтезатор речи, который вы будете понимать, который вам нравится и с которым можно будет уже без проблем вводить логины и пароли соответствующих учетных записей. Синтезатор речи, где его можно взять? Первый источник это PlayMarket. То есть вы можете установить синтезатор речи, ну какие самые известные, это Vocalizer. В PlayMarket он платный. Речи, 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 речи можно установить, можно установить акапелла, ТТС, Алена. Из них бесплатные получается только речи, речи, речи. поставить и пользоваться абсолютно бесплатно самый популярный синтезатор это наверное ну и вменяемый который хорошо читает текст без проблем это на мой взгляд милена но это мое личное мнение кому-то нравится там милена кому-то нравится юрий кому-то нравятся другие синтезаторы выбор большой есть из чего выбрать главное чтобы человек понимал этот синтезатор комфортно работала с ним дальше переходим к работе самим телефоном 14 часов 23 минуты чтобы разблокировать проведите двумя пальцами по экрану по умолчанию смартфоны samsung после включения настроены таким образом что у него есть экран блокировки который можно разблокировать с помощью специального жеста экран телефона может иметь три состояния заблокированный заблокированный активный и разблокированный значит первое состояние от экрана блокировки как вы сейчас могли слышать телефон заблокировался и этот режим предусмотрен для того чтобы пользователь случайно не запустил какое-то приложение куда-то не позвонил самопроизвольно смартфон чтобы не жил самопроизвольной жизни дальше второе состояние экрана заблокированный и активный чтобы скажем так его разбудить вызвать вот это вот состояние надо нажать коротко кнопку питания 14 часов 24 минуты чтобы разблокировать проведите двумя пальцами по экрану да и тогда он становится окна выключен она заблокированном экране но активным отображается некоторая информация допустим время отображается не уведомление от каких-то приложений могут может отображаться и в конце есть такая подсказка как можно этот экран разблокировать 14 часов 25 минут чтобы разблокировать камера кнопка чтобы разблокировать проведите двумя пальцами по экрану вот послушав эту подсказку вы можете понять что да для снятия этого экрана туда congregали ровки надо провести двумя пальцами но не совсем понятно куда смахивать двумя пальцами разблокировать его можно жестом смахивания двумя пальцами снизу вверх или слева направо чуть ниже середины экрана 14 часов 25 минут чтобы устройство разблокировано главный экран ван юай главный экран страница 46 страница по умолчанию после того как телефон разблокирован вы можете уже непосредственно взаимодействовать с активной областью экрана смартфона на современных моделях можно вызвать еще экран блокировки сделать его активным жестом двойного касания одним пальцем по экрану это эта функция есть не на всех моделях но вот на a51 такая функция есть она с 10 такая функция есть по поводу других моделей сказать не могу не смотрел как бы не было возможности посмотреть а когда экран телефона разблокирован мы можем переходить к работе с телефоном взаимодействовать с телефоном мы можем с помощью жестов жестов voice assistant много и все эти жесты мы на всех этих жестах мы поговорим с вами на следующем вебинаре сегодня я расскажу только о базовых жестах базовые жесты первый жест первый базовый жест это жест касания мы можем касаться дисплея телефона в различных его областях одним пальцем при этом мы перемещаем фокус курсора в эту область и синтезатор будет озвучивать тот объект который находится под фокусом курсора то есть вот я сейчас касаясь в любом месте экрана камера главный экран вам юай мне синтезатор озвучил информацию то есть он курсор попал на значок камера я отнимая палец от экрана касаясь в другом месте искусство вслух синтезатор озвучил другой значок вторая разновидность этого же жеста жест изучения касанием это когда мы касаемся дисплея одним пальцем и не отрывая пальца от экрана перемещаем его в любом направлении то есть можем перемещать вверх вниз вправо влево при этом также курсор будет озвучивать те элементы которые попадают в фокус курсора обратите внимание на то что слишком сильно надавливать на дисплей телефона при выполнении жестов не следует то есть у современных телефонов экран очень чувствительны и для того чтобы взаимодействовать с ним достаточно легкого касания очень часто люди незрячие допускают ошибку при работе с сенсорным смартфоном как бы пытаясь взаимодействовать с экраном как с физической клавиатурой то есть как будто на телефонах nokia с физической клавиатуры то есть этого делать не надо легкое касание то есть все жесты надо выполнять легким касанием второй базовый жест это жест смахивания жестом смахивания мы перемещаем фокус курсора по элементам это могут быть ярлыки папки пункты меню какие-то другие элементы управления то есть же смахивание выполняется следующим образом одним пальцем в правую или в левую сторону при этом фокус курсора будет перемещаться по элементам расположенным в активной области экрана а сейчас мы об этом поговорим поподробнее и третий жест это жест активации жест активации также выполняется одним пальцем то есть последовательность будет такая надо для активации какого-то элемента ярлыка приложения или пункта меню надо поместить курсор на этот пункт меню и выполнить жест двойного касания одним пальцем здесь обратите внимание на одну особенность жест двойного касания одним пальцем можно выполнять в любом месте экрана не обязательно выполнять его там где находится фокус курсора элемент вас если вы все правильно сделали то элемент у вас должен открыться теперь поговорим об областях экрана то есть из чего состоит экран смартфона его условно можно разделить на четыре или пять областей почему или 4 или 5 сейчас поясню давайте начнем с самой верхней области это область панель уведомлений она располагается верхней части дисплея там где расположен динамик разговорный динамик который мы прикладываем к уху во время разговора это узенькая полоска и для того чтобы прочитать там информацию вам надо коснуться этой области заряд батареи процентах 97 то есть вот я касаюсь панели уведомлений и он не озвучивает уровень заряда аккумулятора заряд батареи процентах 97 в разных моделях телефонах этот уровень заряда аккумулятора отображается в разных местах допустим вот на android 10 почему-то они переместили его он уже в левом верхнем углу отображается если не путаю сейчас я вам демонстрирую работу на смартфоне samsung galaxy s 9 и здесь у нас еще стоит 9 android дальше если коснуться чуть-чуть левее этого значка 4 градуса сигнал телефонной сети 3 деления синтезатор озвучит уровень сигнала сотовой сети если коснуться еще левее 14 часов 34 минуты то есть он может озвучить все и время в панели уведомления отображается информация то есть бьющую называют статусная то есть это статус подключение телефона к сетям к вай-фай сетям уровень сигнала сотовой сети уровень заряда аккумулятора также там будет отображаться информация об уведомлении которые приходят на ваш телефон уведомления могут быть разные и зависит это от того каким набором программ вы пользуетесь дальше вторая область это страницы рабочего стола страницы рабочего стола занимает основную часть экрана и ее структура такая то есть это таблица таблицы может быть разной сеткой таблицы раньше были таблицы там 4 на 4 сейчас уже очень часто можно встретить там 4 на 5 5 на 5 до 30 ярлыков на стране на одной странице рабочего стола можно поместить и chrome и у нас на данный на данном смартфоне тут разные приложения установлены то есть он уже настроен у нас используется для разных задач и электрички то есть вот на этой странице рабочего стола располагаются такие приложения хром youtube сервер тимток авито и электрички искусств вот и количество ярлыков на странице рабочего стола может быть разное это зависит от того какие ярлыки по умолчанию добавил туда производитель в дальнейшем мы с вами поговорим о том как можно формировать содержимое странице рабочего стола так чтобы было удобно вам то есть вы можете добавлять туда не те ярлыки приложений которые посчитаете нужным далее под страницей рабочего стола если это android 9 то ниже страницы рабочего стола находится панель избранного там как правило располагается следующие значки это телефон телефон сообщение настройки play market характерная особенность данной панели избранного заключается в том что содержимое панели избранного всегда будет одинаковое на любой странице рабочего стола то есть в современных смартфонах вы можете использовать для удобства работы не одну страницу рабочего стола а несколько и соответственно на каждой странице размещать те приложения ярлыки тех приложений которые посчитаете нужными в android 10 появилось нововведение между страницей рабочего стола и панелью избранного есть такая область где отображается вот эти вот страницы какие у вас настроены то есть если будет допустим там три страницы рабочего стола то там будет будет вот эти элементы с нумерации страниц рабочего стола активировав которые вы можете перейти сразу на нужный рабочий стол в android 9 этих элементов нет поэтому я вам показать их здесь не смогу но это не критично переключаться между страницами рабочего стола можно с помощью специального жеста о нем мы поговорим уже позднее дальше под панелью избранного есть область где отображается три кнопки на данной модели телефона это кнопки экранные и слева направо они расположены таким образом последний кнопка последняя кнопка открывает раздел недавно использованных приложений сейчас я касаюсь прям вот этой кнопки одним пальцем и синтезатор озвучивает и следующая кнопка это кнопка домой домой кнопка и последняя кнопка третья кнопка назад назад кнопка в зависимости от того какой у вас будет телефон или может быть у вас уже есть если это модельный ряд там 16 18 года то кнопка домой у вас может быть физическая и кнопка недавно использованные приложения и кнопки назад они могут быть не экранными а сенсорными давайте немного поговорим о них если кнопка домой физическая то функционал функционал у нее такой однократное нажатие это свернуть закрыть папку и свернуть приложение двукратная открывает или камеру или в зависимости от того что там назначил самсунг на конкретной модели телефона раньше он открывал например голосовой ассистент от компании samsung двух трехкратное нажатие здесь можно настроить по умолчанию это не настроена как правило на трехкратное нажатие физической кнопки домой можно настроить запуск функции voice assistant или talkback то есть какой-то функционал из раздела специальных возможностей и длительное удержание кнопки домой это запуск голосового ассистента по умолчанию запускается ассистент google вот на последних моделях телефонах это запуск ассистент google а современные модели на которых нет физической кнопки домой там есть только две возможности то есть просто двойное касание по кнопке домой это вас сворачивает приложение и закрывает папку и двойное касание содержание по кнопке домой на двойное касание содержанием также назначен запуск ассистента google но если кто-то пользуется другим ассистентом там есть возможность переназначить вот это вот действует двойное касание содержание теперь по поводу фокуса курсора как мы можем перемещать курсор по вот этим областям тут есть свои особенности первый способ мы с вами уже сказали что это перемещать курсор мы можем касаясь определенных областей экрана но допустим я коснулся коснусь сейчас области где находится кнопка домой домой кнопка курсор у меня встал на кнопку домой синтезатор озвучил синтезатор озвучил название этой кнопки дальше если я вдруг захотел перемещать курсор по экрану не жестом касания а жестом смахивания посередине экрана одним пальцем то выглядеть это будет следующим образом то сейчас я буду смакивать правую сторону назад кнопка специальные возможности кнопка специальные возможности последний кнопка домой кнопка кнопка специальные возможности по умолчанию на не выводится это мы сами и добавили сюда в настройках даже смотрите назад кнопка специальные возможности специальные возможности последний кнопка домой кнопка назад кнопка то есть при смахивании в правую сторону курсор у меня ходит по вот этим трем кнопкам то есть если я перемещаю курсор по жестом смахивания когда он находится в области этих трех кнопок то жестом смахивания вывести его из этой области не получится для этого мне надо коснуться любого ярлыка на странице рабочего стола или панель уведомлений то есть я сейчас просто жестом касания касаясь какого-нибудь искусство вслух и теперь курсор у меня переместился из этой области то есть вот на эту особенность обратите внимание он не перемещается отсюда жестом смахивания дальше перемещать курсор по элементам на странице рабочего стола можно также жестом смахивания смотрим хром youtube сервер динток 5 эквумил искусство вслух и электрички то есть я смахиваю одним пальцем в правую сторону могу и при этом у меня курсор перемещается слева направо построчно если мне надо перемещать курсор в обратном направлении то соответственно я буду смахивать справа налево искусство вслух эквумил сервер динток 5 youtube курсор будет перемещаться если это элементы страницы рабочего стола то курсор будет перемещаться слева направо так как вот в обычной жизни мы пишем смотрите при смахивании если курсор находится на странице рабочего стола то жестом смахивания вы можете перемещать курсор не только по элементам странице рабочего стола но и по элементам расположенным на панели избранного сервер динток 5 эквумил искусство вслух и электрички авито билеты ржд вотсап камера телефон сообщение настройки play market то есть вот начиная с телефона это уже пошли ярлыки расположены на панели избранного если это будет android 10 то при смахивании вы попадете еще на вот эти вот пункты которые обозначаются нумерации страниц рабочего стола они будут перед телефоном это стандартная настройка телефон мы как правило как правило это настройка настройка производителя и он помещается сюда уже вот из коробки вы его отсюда теоретически можете убрать и поместить сюда какой-то другой ярлык далее то есть сейчас у меня курсор находится на одном из элементов панели избранного play market play market у нас на панели избранного дальше вправо смахиваю пункт меню пункт меню это последний пункт находится с правой стороны и когда курсор доходит до последнего элемента на панели избранного то жестом смахивания в правую сторону вы можете переместить курсор на первый элемент страницы рабочего стола меню последний объект хром то есть вот смотрите еще раз хром первый объект то есть синтезатор добавляет что-то меню последний объект на панели избранного он не говорит что это панели избранного а дальше я смахиваю вправо один раз хром то есть хром то есть это уже первый первый элемент на странице рабочего стола понять это можно смахнув один раз влево хром первый объект то есть первый элемент на странице рабочего стола так вот жестом смахивания мы можем перемещать курсор по панели избранного и странице рабочего стола жестом смахивания у нас не получится поместить курсор в панель где расположены три кнопки и в панель уведомлений здесь та же самая история то есть для того чтобы поместить туда курсор надо коснуться этой панели уведомления любого значка который там расположен то есть правый верхний угол или левый верхний угол заряд батареи процентах 95 то есть вот он озвучил мне значок уровень заряда аккумулятора теперь я могу перемещать курсор по элементам панели уведомлений жестом смахивания одним пальцем по середине экрана или вправо или в левую сторону сигнал телефонной сети пределение 4g уведомление погода 14 часов 48 минут 14 часов 48 минут